канал денис представляет здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала в этом видео я расскажу вам о подводной лодке орган афт подводную лодку орган афт построил на свои собственные средства изобретатель симон лейк историческая справка симон лейк американский инженер один из первых создателей подводных лодок в 1901 году построил подводную лодку протектор не получив заказа от американского флота продал эту лодку в 1904 году русскому флоту по образцу протектор построил подводные лодки типа осетр которые во время русско-японской войны были доставлены в лебаву а оттуда во владивосток позднее по проекту лейка для русского флота были построены подводные лодки типа кайман вернувшись в сша лейк основал лейк торпеда boat company в бридж порте которая во время первой мировой войны построила 24 подводных лодки для американского флота из-за прекращения заказов на подводные лодки после окончания войны и соответствующих финансовых трудностей компания была закрыта в середине 1920 лейк неудачно пытался найти груз золото на затонувшим в 1780 году британском фрегате гусар с помощью подводной лодки собственной конструкции скончался в 1945 году его именем была названа база подводных лодок юсс саймон лейк с 33 и так мы продолжаем подлодка орган афт она предназначалась для проведения спасательных работ в прибрежных водах единственный винт вращался бензиновым двигателем мощностью в 30 лошадиных сил этот мотор также приводил в движение пару передних колес с помощью которых судно передвигалась по дну моря третье колесо в корме служило для управления движением в передней части находился воздушный шлюз через который экипаж мог входить и выходить из судна в 1899 году лодка была перестроена после чего смогла совершить надводное путешествие протяженностью 1725 миль после столь успешных испытаний конструкции лейка стали известны за рубежом однако в это время американский флот заинтересовался работами джона холланда и потерял интерес к лейку командование флота скептически отнеслось к идее создания судна с деревянным корпусом передвигающегося по морскому дну на колесах к подобной схеме вернулись почти столетия спустя когда появились проекты ползающих подводных лодок дальнейшие упоминания о подводной лодке было в 1902 году в американской печати появились сообщения согласно которым подводная лодка арго над своими работами по разгрузке затонувших судов с избытком возместил все расходы по его строительству и модернизации дорогие друзья спасибо за просмотр не забывайте ставить пальчик вверх подписываться на канал и обязательно нажимать колокольчик